11.06, Киры. Начинается программа «Дневной разворот». Студия Владимир Сметанин. Я Светлана Занько. Добрый день. Здравствуйте. По традиции расскажем о том, что будет происходить сегодня в Кировской студии. После 13 часов слушается интервью заместителя главы администрации нашего города Ларисы Копысовой. Я с ней буду беседовать. Сегодня у нас такая наиострейшая и наибольнейшая тема – нехватка мест в детских садах. Об этом эфире мы договаривались с Ларисой Анатольевной еще полторы недели назад. Был анонсирован круглый стол, очень масштабный, на базе городской администрации. Он прошел неделю назад, во вторник. И меня поразило, насколько администрация открыто подошла к этому вопросу. Были приглашены, собственно, и самые активные мамы нашего города, которые напрямую чиновникам задавали очень острые вопросы. И на многие вопросы там ответы были получены. Ну и сегодня мы вот хотим осветить это все очень широко после 13. Да, ну и кроме того, надо напомнить, что на прошлой неделе в программе «Урбан» губернатор Кировской области и Игорь Васильев и Илья Шульгин, сити-менеджер, были здесь и озвучивали планы предстоящие к 650-летию города. Да, и среди этих планов были довольно серьезные заявления и проекты по развитию социальной и образовательной инфраструктуры города. Впервые, пожалуй, такие планы озвучиваются в каждом районе по школе искусств, в каждом районе по спортивным центрам, хоккейные коробки, футбольные площадки. В общем, все то, чего недостает подросткам, молодежи и детям. И я думаю, что на эту тему тоже можно будет с Ларисой Анатольевной поговорить. Участвует ли она в планировании вот этих проектов, считает ли они, как они рассчитывают это все, необходимость, потребность и прочее, насколько важными она считает, можно будет все это обсудить. После 12.05 в Дневном развороте будет звучать тема, которую мы горячо поддерживаем и регулярно поднимаем. Это деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня в наш город приехали очень известные люди в этой области. Они проводят обучающие семинары для местных наших НКОшников. Это Сергей Устинов, сооснователь агентства «Медиагам» и Наталья Кисель, пиар-менеджер автономной некоммерческой организации «Информационная культура». Николай Плюснин, наш друг, коллега, должен, собственно, гостей вот этих привезти к нам в студию после 12. Да, но первой темой, безусловно, мы берем готовность региона к отопительному сезону. Для того, чтобы и на этой неделе еще не один раз об этом будем говорить. Пригласили в нашу студию депутатов областного законодательного собрания Романа Титова, заместителя председателя ЗАГС Собрания Кировской области. Роман, добрый день. Добрый день. И Юрия Балыбердина, председателя комиссии по регламенту депутатской этики реализации депутатских полномочий, ЗАГС Собрания Кировской области. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Ну, надо сказать, что мы про отопительный сезон в этом году не переставали говорить. Постоянно эта тема была на повестке, и мы все лето об этом говорили, а в частности мы разбирали ситуацию в районах. И месяц назад, ну, даже чуть больше месяца на координационном совещании ОГФИ разбирался этот вопрос очень подробно. Назывались конкретные муниципалитеты и конкретные районы, где ситуация была особо острой. И приглашались главы муниципалитетов и районов, и все там, все ответственные лица со стороны правительства и контролирующих органов были там. И там, Володя, точно так же, как ты говорил на встрече с городской администрацией, мамы по детским садам, вот так же точно очень остро ставились вопросы, причем самими членами правительства перед ответственными лицами о подготовке к сезону. Ну, серьезные цифры назывались, довольно тревожные. Конечно, всех заверили в итоге, что сезон начнется и пройдет нормально. Но, тем не менее, никто не скрывал, что есть очень много проблемных зон. Вот какова ситуация сейчас, на ваш взгляд, коллеги? Давайте разберем ее. Роман Альбертович, начинайте. Смотрите, начнем с того, что, да, действительно, у нас каждый год ситуация с отопительным сезоном, мягко говоря, грустная. А я цифры просто некоторые озвучу. Ну, например, 47 километров, 47 процентов тепловых сетей в Кировской области нуждаются в замене. 47 процентов, это больше половины. У нас в некоторых муниципальных образованиях практически нет ресурсоснабжающих организаций, которые готовы взять на себя отопление. То есть их через силу находят, либо подтягивают мупы, которые на последнем издыхании занимаются включением отопительного сезона. У нас проблема в том, что поселения, многие, не обладают никаким финансовым ресурсом для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону. В итоге приходится обращаться либо к областным властям, либо к муниципальным властям. И это, кстати, еще одна причина, по которой, на мой взгляд, необходимо рассматривать тему реформы местного самоуправления в области. Потому что, ну реально, на поселенческом уровне этих денег нет. И каждый год приходится придумать какие-то новые схемы. Почему эта история типична именно для Кировской области? Дело в том, что Кировская область, это, знаете, такая, мы находимся в ситуации заложников нашего географического положения, нашей плотности населения. У нас плотность населения в 6,5 раз меньше, чем в Чувашии. Территория огромная. В итоге чудовищные теплопотери просто из-за длины вот этих вот отопительных сетей, из-за длины энергетических линий, из-за длины трубопроводов. И при всем при этом нам еще советских лет достались не самые лучшие сети в изношенном состоянии. В чем особенности, почему так трудно идет модернизация? Во-первых, действительно у нас ресурсно-набжающие организации должны каждый год утверждать инвест-программы, куда они закладывают средства на модернизацию этих сетей. И периодически возникает ситуация, когда вдруг сотни миллионов оказываются потраченными нецелевым образом, не на модернизацию. А органы федеральной антимонопольной службы, то есть РСТ, которые утверждают тарифы и следят за их соблюдением, оказывается, у них нет никаких рычагов для того, чтобы за соблюдением инвест-программ следить. Вторая ситуация. Это ситуация типичная для как раз муниципалитетов. Это невозможность модернизировать сети на свои деньги. Поэтому муниципалитеты заходят на концессии. Конституционных соглашений у нас немалое количество в области утверждено. Ну и там есть целый ряд проблем. Во-первых, у нас с законом не установлена ответственность всех сторон друг перед другом. Ну, к примеру, по досрочному расторжению Конституционного соглашения. Я думаю, Юрий Александрович подробнее чуть позже расскажет о ситуации по Богородскому району, где мы это увидели воочию. Во-вторых, у нас с законом предусмотрено платить по 22 тысячи рублей за каждый объект недвижимости перед домами в концессию в качестве обременения. Представляете, то есть это, во-первых, все идет в старифе. Во-вторых, чтобы конституционер, которых и так не сильно много, взял на себя это все имущество, ему надо сотни тысяч рублей заплатить. В-третьих, у нас закон запрещает вносить изменения. Ну, то есть тарифы, они делаются на основе Конституционного соглашения. И вдруг получается, у нас по многим районам было Конституционное соглашение заключено. Люди зашли, начали топить, начали готовить сети, и вдруг вносятся изменения в налоговый кодекс. И все участники концессии вдруг становятся плательщиками НДС, даже если они на упрощенке были. Это рост тарифа на 13%, который невозможно произвести, поскольку в соглашении этого нет. И в итоге сегодня и по Богородску опять же эта ситуация была. У нас многие конституционеры попали в заложники налоговой. Им приходят требования по уплате НДС. Решение многих, большинство, наверное, этих проблем, оно находится на федеральном уровне. Поэтому мы сейчас проводим очень серьезный мониторинг ситуации с Конституционными соглашениями, с модернизацией инфраструктуры, прежде всего, на селе в Кировской области. И готовимся к заседанию Ассоциации Приволжской Ассоциации Законодателей, которая состоится в конце этого года, где будем серьезно и на высшем уровне поднимать вопрос о необходимости очень существенной корректировки законодательства. Потому что своими силами мы модернизацию этой инфраструктуры не проведем. У нас денег в каких бюджетах не хватит. На чем вы будете настаивать? Изменения в налоговый кодекс, установление ответственности всех сторон за нарушение, за расторжение Конституционного соглашения досрочное, необходимость изменения подхода к формированию тарифов. Ну, наверное, вот это основные вещи, о которых мы будем говорить. В принципе, мы общались с муниципалитетами, общаемся с коллегами из других регионов. Более-менее нашу позицию все поддерживают. Это правительство Кировской области уже вышло с проектом изменений в налоговый кодекс, чтобы освободить от НДС как раз тех, кто зашел в концессии раньше. Но пока судьбу этой инициативы мы не знаем, поскольку мы запросили мнение других территорий, для того чтобы понять, это наша вятская проблема. Или типовая. Или типовая, потому что мы понимаем, с одной стороны, да, есть проблема, с другой стороны, незнание закона не освобождает ответственности. И когда нам кто-то говорит, мы зашли на концессию, а потом вдруг НДС у нас выпал, тоже вопрос. Поэтому вопрос очень непростой, очень серьезный. И буквально вчера нам и коллегам из нашей фракции поступило поручение из Москвы взять на персональный контроль ход отопительного сезона, оперативно информировать Центральный исполком Единой России. Сегодня я встречаюсь с Игорем Юрьевичем Редькиным после обеда. Мы с ним будем говорить про механизмы обмена информацией. Министра ЖКХ. Да, министра ЖКХ. И, ну, скажем так, сейчас до начала отопительного сезона мы переходим на ежедневный контроль. Дальше будем еженедельно собирать всю информацию, анализировать и помогать региональным властям проблемы решать. Спасибо. Приверемся на полминуты, продолжим разговор с представителями областного законодательного собрания о начале отопительного сезона. Сейчас небольшой перерыв, и мы снова в студии. Продолжаем разговор о начале отопительного сезона в нашем регионе. Как оценивает ее депутат областного законодательного собрания, в студии Роман Цитов, заместитель председателя законодательного собрания, и Юрий Балыбердин, председатель комиссии по регламенту депутатской этики, реализации депутатских полномочий и развития гражданского общества законодательного собрания Кировской области. Я немножечко здесь вольно обозначила вашу должность. Итак, что в Богородском. Мы про Богородское, кстати, действительно говорили очень подробно, потому что Богородское на особом контроле было и у общественной палаты Кировской области, членом которой я являюсь, и в этой комиссии, собственно, состою, и, в общем, отслеживала тоже ситуацию. Я знаю, что и в прессе уже было напечатано, что проблема на этом этапе, вот сейчас, в данный момент, та самая проблема решена. Там как раз была проблема и с консессионером тоже, и проблема с муниципалитетом, которые никак не могли между собой найти общий язык и выработать грамотное решение. Пожалуйста, можно также предисловие, предысторию этой ситуации рассказать, и как удалось ее решить, и действительно ли это решение, или это перехватили, что называется, на время. Ну, дело в том, что ситуация, она возревала достаточно долго. Руководитель теплооснабжающего предприятия, это ОООшка, решил, вот из ситуации, видите, очень просто, уйти на пенсию. То есть все, как там будет поселок дальше. А там концессия как раз. Да, там концессия, как раз концессия. То есть он, видимо, подумал о том, что так, сейчас придется платить НДС, там нагрузка такая новая появляется, давай-ка я просто уйду. Поэтому, конечно, вот в этой ситуации вмешательство было необходимо, и оно как раз и произошло. Здесь действительно инициатива комиссии общественной палаты, которая контролировала вопрос. Ну и, естественно, для того, чтобы вопрос был решен более оперативно, мы вот с Романом Эльбертовичем приняли участие в этом выездном заседании, и в конце концов, как вы говорите, все верно, вопрос был решен. То есть руководителю теплооснабжающего предприятия были разъяснены все правовые последствия этой ситуации, то есть вот я ушел. Так просто не уйти. А каковы правовые последствия? Расскажите, пожалуйста. Ну, я могу рассказать. Во-первых, по информации, которую до нас доводили, организация была ликвидирована. На самом деле организация действующая. То, что руководитель снял с себя обязанности директора и ушел на пенсию, но остался учредителем, это говорит лишь о том, что он несет полную ответственность за эту организацию. У нас закон установил субсидиарную ответственность, то есть учредителей по обязательствам организации. Мы ему объяснили, дорогой, если ты сейчас не решишь вопрос с директором этой компании с отопительным сезоном, лично своими деньгами по суду ответишь за сорванный отопительный сезон. Еще очень добрые слова нашел Александр Владимирович Булдаков, как раз председатель комиссии. По мужски, скажем так, но без единого некорректного слова он товарищу объяснил иные последствия, обратился к его совести, к моральным качествам. В итоге человек прямо на заседании сказал, все, я выхожу, я затапливаю. А ведь сезон был почему на грани срыва? Потому что имущество было в концессию передано этому товарищу. Муниципалитет распорядиться не может этим имуществом никак. Никто не расторвал никакое конституционное соглашение. Почему мы и говорим, стороны должны четко, в законе должно быть прописано, кто чем отвечает за вот такой вот там ход влево. В итоге социалка подключена, жилой фонд подключен, решение проблемы пока на год. Да, давайте честно это признаем. 18-19, да? Да, и параллельно, Юрий Александрович, мы с вами... Создается муниципальное-анитарное предприятие, подобран директор, который плавно возьмет на себя эти обязанности, в течение года будет смотреть, как нужно правильно отапливать поселок, ну и через год он примет на себя эти обязательства. То есть если концепция медным тазом накроется, к сожалению, да, то МУП на себя возьмет и имущество, и эти обязательства. И мне кажется, такой дублер должен быть в каждом муниципальном образовании. Это правильно. Это просто основы безопасности коммунальной инфраструктуры. Ну и к чести главы района надо сказать, что параллельно с вот этими тяжбами, дрова все-таки для отопительного сезона заготавливались, и к моменту вот этого совещания примерно более тысячи кубов было уже заготовлено. Это примерно одна треть необходимого топлива для полностью всей компании отопительного. Надо сказать, что в Богородском ситуация развивалась не сейчас, это не август и не июль и даже не май. Уже года полтора мы отслеживали эту ситуацию, там давным-давно были сигналы, и все-таки консессионер давно тоже говорил о ситуации муниципалитету. Давайте так скажем, это не было какое-то там решение вдруг внезапное одностороннее. На самом деле муниципалитету давно консессионер тоже сигнализировал, и муниципалитет не решался предпринимать конкретных шагов по этому поводу. Так же с двух сторон, в общем-то, были проблемы. С двух сторон. И только вмешательство палаты ОЗС и правительства заставило их сесть за стол переговоров и принять необходимые решения, к сожалению. Я соглашусь, здесь личностный фактор играет первую роль, к сожалению, во многих случаях это так. Вот я хочу привести еще пример один. Например, у нас есть по улице Свободы 142, Азии на 10, дом ветеранов. Обратились жители, вот там соответствующий контингент ветеранов, да, да, все верно, что нет горячей воды, все лето нет горячей воды. Вопрос не решается, мы мерзнем. Начали выяснять ситуацию, а после разговора с руководителем компании Т-Плюс, Сергеем Александровичем Бересневым, оказалось, что он готов пустить воду в любую секунду. Она возле дома стоит, открывайте задвижку и топите. Значит, стали выяснять с домом, что оказывается, что этот дом не готов принять воду. Почему не готов? Там какой-то прибор на диагностике, но не все же лето. А там поменялась еще управляющая компания. Разговор с управляющей компанией. Мы по-мужски тоже поговорили, через два дня дедушки и бабушки получили горячую воду. Это что, нельзя было сделать раньше? То есть, вот понимаете, на ровном месте. Это человеческий фактор. И это, конечно, нужно вот такие вещи устранять и работать, чтобы люди не страдали. Только ли человеческий фактор, то я сейчас обращаюсь к Роману Титову, потому что, Роман, вы говорили, что все-таки в этой истории очень серьезные требуются изменения и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Вот эти ситуации, которые мы описываем, это голый человеческий фактор или все-таки они вызваны тем, что несовершенная законодательность? Я считаю, что да, первопричинный человеческий фактор, но ответственность за нарушение норм, а у нас, насколько я помню, запрещено воду больше месяца задерживать, но ведь есть обходные лазейки, поэтому вешают объявления, вот через месяц включим воду, через месяц включим воду, вот каждый раз через месяц, ее как будто бы заново на месяц продляют. Вот эти вещи, лазейки в законодательстве надо закрыть. То есть, потребитель имеет право получать качественную услугу, за все остальное он платит. И ему должны деньгами компенсировать его потери. У нас некоторые дома в Кирове сидели весь год без воды. За это должна ответить ресурсоснабжающая организация. Хочет на того или нет, но для этого надо зафиксировать в законе. Ну, два дня включили, и какой-то новый взрыв пошел. А, вот так вот включается на пару дней, и дальше новый отчет. И дальше мы будто бы не нарушили законодательство. Вот погрели. Обнулили. Да, обнулили. Слушай, мне очень хотелось бы, чтобы сейчас прозвучала от вас, уважаемый депутат, какая информация. Вот буквально вот-вот подписал глава администрации областного центра Илья Шульген постановление о начале отопительного сезона. Вот наши слушатели, есть ли у них сейчас проблемы с водоснабжением, с горячей водой, не поступило тепло, хотя вроде вот уже отопительный сезон начался. Как действовать? Куда идти, куда жаловаться? Государственная жилищная инспекция Кировской области, которая должна соблюдать, точнее, надзирать за соблюдением прав жильцов, у которой законом эти полномочия есть, если к ЖИ не реагирует прокуратура Кировской области. Ну, хотелось бы еще напомнить, что у нас есть еще городская дума кировская, и там есть депутаты Кировской городской думы. Я думаю, что жители города должны знать, кто представляет их территорию. И, безусловно, следует обратиться и к своему депутату, для того, чтобы он помог. Хорошо, ясно. Давайте продолжать. У нас не единственная тема подготовки региона к отопительному сезону. Я думаю, переходим к следующему тоже немаловажному вопросу. Это переселение из аварийного жилья. Вот в справке, подготовленной специально для нас пресс-службой ОЗС, сказано, что наша область находится в лидерах по финансированию дополнительно выявленного аварийного жилищного фонда. Всего в нашей области насчитывается 217 аварийных домов, и предстоит переселить почти 2000 человек. И на эти цели как раз-таки область наша получила субсидию, очень даже немаленькую, в размере почти 815 миллионов рублей. Давайте в эту тему окунемся. И нам еще нужно успеть все-таки про пенсионную реформу поговорить. Потому что деньги большие, деньги очень большие. Для сравнения, там, в Самарской области всего 42 миллиона выделено. Но проблемы все равно существуют. Я начну тогда даже не с заседания ОЗС, а со вчерашнего дня. А вчера состоялось заседание Президиума Совета по стратегическому развитию Российской Федерации, где были одобрены паспорта шести новых национальных проектов, в том числе национальный проект по современному жилью. У которого подраздел под проект это расселение аварийного жилья. Для понимания, до 2023 года на эти цели будет выделено 500 миллиардов рублей. В Российской Федерации планируется расселить до 2023 года 9,5 миллионов квадратных метров жилья. И от того, как мы реализуем программу в этом году, зависит, сколько нам Федерация в следующем году даст. Ждали 70 миллионов рублей. Получили из федерального бюджета 800 с лишним миллионов рублей. И поэтому мы на заседании нашего комитета по промышленности вопрос поднимали и рассматривали не для того, чтобы кому-то просто камень в огород кинуть, а, скажем так, это последнее китайское предупреждение органам исполнительной власти, которые контролируют ход программы. Потому что, с одной стороны, у нас законтрактованы все 31 строящийся дом. Но мы понимаем, что будет в конце года. Некоторые дома только вылезли из фундамента по целому ряду объективных причин. В том числе из-за 44 ФЗ, когда непонятно кто зашел на торги и выиграл объекты. В том числе из-за того, что 14 домов, по-моему, строят оксзаводы АЦМ, у которого было в конце августа отозвано приостановлено сырое разрешение на строительство объектов до ноября. Вопрос в том, когда эти дома будут достраиваться. Когда в ноябре. Их качественные характеристики могут в силу ускоренных темпов строительства быть далеки от совершенства. Но муниципалитеты никак не могут влиять на качество этого жилья, потому что они будут приобретать квартиры по аукционам. А ведь уже несколько лет назад на примере муниципального образования города Киров было доказано, что лучший способ уйти от некачественного жилья приобретенного и контролировать все этапы строительства, это саму выступать заказчиком строительства. Вот вспомните, приобретались квартиры на Боровой-26, в каких-то жутких дырах, отказались от этого, дали полномочия Оксу городскому заказывать строительство, нанимать подрядчиков, контролировать все этапы. Сразу количество обращений по качеству аварийного жилья, переселенческого фонда, точнее, снизилось до минимума. И самое главное, что мы рекомендовали по итогам комитета правительства Кировской области, перейти на эту модель. Нельзя давать деньги муниципальным образованиям. Это и потенциально коррупционная составляющая, и отсутствие контроля, и многочисленные нарекания, которые будут после Нового года, после ввода объекта в эксплуатацию. И присутствующий на заседании комитета Кадыров Владислав Валерьевич, курирующий заместитель представителей правительства, сказал, что и правительство уже пришло к этому выводу. У меня только один вопрос, но это вопрос не к нынешнему правительству. В 2014 году мы эту тему проговаривали еще с прежним заместителем губернатора, который курировал. Объясняли, почему нужен заказ этого жилья. К сожалению, мы выводы делаем очень поздно и, скажем так, с ущербом, с возможными рисками для реализации программы в будущие годы. Вот такая тревожная нота сейчас. На ней мы останавливаемся и уходим на короткий перерыв. Обязательно продолжим обсуждение. Есть ли выход, с чем мы столкнемся действительно после Нового года, и можно ли это как-то решить сейчас оперативно, или придется с этим смириться. Продолжим разговор через полторы минуты. Продолжаем разговор. У нас в гостях представители областного законодательного собрания Роман Титов и Юрий Балыбердин. Тревожная ситуация со строительством жилья для переселенцев из аварийного жилищного фонда. И несмотря на то, что большие деньги в Кировскую область пришли для этих целей, мы понимаем теперь из всего вышесказанного, что после Нового года, когда эти деньги будут освоены, и жилье так или иначе будет введено в строй, мы столкнемся с проблемой некачественного жилья. Не дай бог столкнемся, но ускоренные темпы строительства всегда приводят к появлению проблем на объектах. Это приводит к чему? То есть, во-первых, будут строить главы администрации или лица, ответственные за приемку объектов некачественных. Во-вторых, там есть риски составов по действиям застройщиков, которые заведомо будут вынуждены это жилье сдавать. Еще одна проблема, у нас ведь немалая часть жилья приобретается на вторичном рынке, и нам с коллегами удалось выявить жилье, которое приобреталось 1962-й год, 1964-й год постройки. Вот, например, по жилью для детей и сирот ограничение по срокам закупки установлено, а здесь нам не смогли пояснить, Юрий Александрович, на комитете, вот есть ли какие-то ограничения. 62-й, 64-й, это хрущевки, что ли, самые распространенные? Да, они, может, выглядят достаточно неплохо, но давайте вспомним, что в Москве эти объекты сносят по программе реновации. Кстати, вероятнее всего, одной из моделей будущей программы переселения ветхого ириного жилья будет как раз реновация, поскольку в Кирове уже не столько деревяхи надо переселять, сколько вот эти вот дома, пятиэтажки. У них срок эксплуатации, 50 лет край, и скоро их надо будет переселять. Мы говорим, подождите, зачем вы это покупаете? Вам через 15 лет, ну, надо на будущее думать, придется их расселять, лучше строить качественное жилье. Возможно, строить в Кирове, потому что у нас все равно миграционные потоки в Киров из районов направлены, и, возможно, кому-то уже сегодня надо в Кирове, где есть рабочие места, дать это жилье, чтобы люди переехали из районов. Кстати, некоторые районы уже покупают жилье в Кирове, и это нормальные квартиры, в отличие от тех, которые в ряде районов покупаются. Мы дали свои рекомендации правительству, надеемся, что они будут услышаны и поддержаны, поскольку мы искренне переживаем за реализацию этой программы. Вот здесь очень важное, на самом деле, прозвучало замечание в перерыве, абсолютно понятное, вот мы его все равно сейчас озвучим для наших слушателей, оно понятное, потому что мы по строительной сфере делали не один эфир в свете изменившегося законодательства, и здесь наши ключевые игроки на строительном рынке говорили о том, что в районах строить никто не будет, не строил, а теперь уже и не будет строить, что, конечно, невыгодно там строить, строить выгодно в Кирове, и вы, Юрий Александрович, как раз прокомментировали, что было бы грамотнее, и вы это предлагали, закупать квартиры по этой программе, новые квартиры в хороших домах у наших строителей, а люди, которые приезжают, и давать их людям, которые переселяются из аварийного жилья в районах, если хотят остаться в районах, продал квартиру в Кирове, построил дом в Лунице. Все верно. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, у нас в Кировской области примерно 1300 населенных пунктов, где нет работодателей. Так вот, у нас есть, и в то же самое время есть предприятия, в том числе сельхозпредприятия, которые работают эффективно, качественно, и там требуются специалисты. Так вот, там и надо тоже, в том числе, строить жилье. Там, где потребуются люди, новые рабочие руки. И, вот, например, там, Средний Ивкино. Ну, и Немское молочное предприятие новое. Представители, вот в общественной палате мы тоже все время это обсуждаем. Представители сельскохозяйственной территории тоже об этом говорят. И соцобъекты, и жилье надо строить там, где существует жизнь и планы развития предприятия. Да, ну вот смотрите, на новый агрокомплекс в немском районе работники будут, например, из Кумен даже приезжать. Так вы выделили деньги на переселение аварийного жилья. Постройте рядом, там хороший населенный пункт. Постройте рядом жилье, у людей будет работа. То есть необходимо увязывать программу переселения с планами по территориальному развитию Кировской области. С увязками у нас сложности. Здесь же дети-сироты тоже, они имеют право на получение жилья. Так вот, проще, наверное, такого человеку предоставить жилье там, где есть работа. Кстати, мы им дали право приобретать квартиры в Кирове, даже если они там жили в отдаленных районах. И, наверное, надо эту тему именно и на аварийное жилье транслировать. Зачем строить там, где нет рабочих мест и, возможно, никогда не будет? Это неправильно. Это напрасно потрачено средства бюджета. Исполнительная власть говорит, но я же делаю, я же строю, я же выполняю. Перспективы принятия такого предложения все-таки есть. Вы будете добиваться этого решения? Будем добиваться. И что касается по созданию единой службы заказчика строительства, Владислав Валерьевич Кадыров нас прямо там заверил, что это будет сделано. Это давно надо сделать. Контроль над всеми этапами. Еще один важный вопрос, который нам необходимо осветить, это движение в обсуждении принятия пенсионной реформы, которая, я думаю, не закончится и после того, как Госдума окончательно примет закон. Второе ключевое чтение вот-вот грядет. Какие основные были поставлены вопросы на заседание ОЗС, к чему пришли депутаты? Изначально наша задача была сделать так, чтобы максимально сделать ситуацию таким образом, чтобы люди, получающие льготы, продолжали их получать. В частности, в Кировской области порядка 115 тысяч жителей льготами региональными пользуются. Вот те законы, которые, изменения в законы, которые были приняты на минувшем пленарном заседании, закрепили за всеми этими людьми те льготы, которые они получают, вне зависимости от изменения федерального законодательства. Давайте проговорим на конкретных примерах. Конкретные примеры. Значит, в законы области внесены изменения в закон об образовании, о мерах социальной поддержки ветеранов, труда, отружеников тыла, о социальном обслуживании граждан. После вступления в силу данных вот этого закона, возраст, по достижении которого граждане смогут получать те или иные льготы, будет нормативно закреплен. Для женщин 55 лет, для мужчин 60. То есть, вне зависимости от принятия федерального закона, наши региональные льготники свои льготы получат в соответствующий возраст. Более того, две поправки будут внесены в Государственную Думу. Это также решили мы на законодательном собрании, на пленарном заседании. Первая поправка разработана Федором Сураевым. Он предложил включить трудовой стаж для начисления страховой пенсии периода ухода за ребенком в возрасте до 3 лет. При этом общая продолжительность таких периодов не должна превышать 12 лет. Это правильно, потому что следующие, там где 5 детей, там уже льгота существует. А вот все остальные, они как раз попадают под вот эту поправку. И вторая поправка Галиной Бурковой внесена председателем социального комитета. Она предложила сохранить право на досрочный выход на пенсию для педагогов, медицинских работников и некоторых категорий творческих работников. То есть мы считаем, что эти категории работающих наших сограждан имеют право на соответствующие льготы. Потому что в одном случае это будущее нашей нации, в другом случае это настоящее здоровье, здравоохранение, образование, воспитание. Мы считаем, что это очень и очень важно для нас. Предложение уже отправлено в Нижнюю палату я вам могу сказать даже более интересную фактуру. Официально на сайте профильного комитета по труду опубликован полный перечень поступивших поправок. Более двухсот. Так вот, два единственных представительных органов Российской Федерации, которые отправили свои поправки, это Законодательное собрание Кировской области и Законодательный орган Ямал-Ниньска автономного округа. Причем поправок-то мы отправили две, но каждая состоит из них, из мелких подпунктов, так вот, по количеству предлагаемых изменений в законодательстве Кировское Законодательное собрание предложило больше своих коллег. Мы на самом деле постарались летом поработать и понимая, что необходимо отдельные категории защитить, мы это сделали. Вопрос сейчас за федеральным законодателем. Наши поправки будут рассматриваться наравне с поправками депутатов Государственной Думы, президента, партийными поправками. Надеемся на то, что мы будем услышаны. Мы готовы ехать на комитеты, готовы ехать на пленарку и защищать нашу позицию. Ну и больше того, наши депутаты Законодательного собрания, депутаты Госдумы, те, кто члены Совета Федерации, вот Вячеслав Степанович Тимченко присутствовал у нас как раз, они, безусловно, пообещали помочь в продвижении наших предложений. Поэтому мы будем надеяться, что эта работа будет успешной. Вообще же, поправки мы собирали с представителей всех фракций. Еще в августе было разослано письмо и предлагать. Была поправка предложена ЛДПР, целый пакет поправок Федору Васильевичу Сураеву был направлен и фракции «Справедливая Россия». Ряд из них мы отложили и предложили их переформулировать. Например, предлагались поправки в 44-й федеральный закон, чтобы до закупок допускать только компании, у которых отсутствует заложен по платежам пенсионный фонд. Но это не относится к закону, там необходимо, ну, к пенсионному. Необходима определенная доработка. Федор Васильевич принял к сведению ведущие себя в публичном пространстве коллеги из КПРФ, которые собирают небольшой митинг за небольшим митингом, вместо поправок направили нам некое письмо, которое, ну, представило собой нечто промежущественное между манифестом коммунистической партии и резолюцией митинга. А на пленарном заседании Сергей Павлович вдруг сказал, а где мои поправки, там прочее, прочее. Конечно, удивительно. Вы собираете мнение людей, ну, не надо писать резолюцию митинга, внесите поправку, у вас, как у депутата, есть право законодательной инициативы. Установленная форма. Конечно. Ну, хочется увидеть вот реально конструктивную работу, а не уличную политику. Но вот сейчас уже поздно это делать. Уже все, что можно было внести, внесено, отправлено в Госдуму и поздно уже корректировать в этом смысле свою работу. И сейчас только мы ожидаем защиты этих поправок, если, как вы говорите, когда они будут обсуждаться и окончательно принять решение. Да, безусловно. Еще могут успеть некоторые коллеги-законодатели из других регионов до второго чтения, но в целом... Но у нас уже все. У нас уже все. От нашего региона все. Мы в пакет совместный отправили и надеемся на его реализацию. Надо сказать, что в нашем эфире и представители «Единой России», и представители ЛДПР, КПРФ, и «Справедливая Россия», и каждые, по несколько представителей было, они высказывались на эту тему, они защищали свои поправки или защищали свою позицию, как Сергей Павлович Мамаев, например, позицию КПРФ. Поэтому слушатели, с ней ознакомлены, и каждый смог озвучить то, что посчитал нужным в отношении пенсионной рекордов. На сегодняшний день, наверное, очень важно, что вы помните выступление президента Владимира Владимировича Путина, который сказал о том, что региональные льготы должны в полном объеме сохраниться. Вот, наверное, главный итог прошедшей пленарки мы это сделали. Вот, кстати, соглашусь, потому что на пленарке тоже звучали вопросы, а зачем вы ставите телегу впереди паровоза, зачем вы принимаете этот закон, хотя еще федеральный закон об изменении параметра федерального законодательства не принят. Да для того, чтобы защитить региональных льготников от любых изменений федерального законодательства. У нас сейчас возрастная категория введена. Что бы ни случилось, люди, женщины 55, мужчины 60 лет, обладают всем правом на региональные льготы. То есть они могут работать, и эти льготы они будут получать в полном объеме. Мне кажется, это важно. Точно будут получать. Точно. Теперь да. Пара минут у нас остается, если позволить. Все-таки у нас конец года, да, все, сентябрь уже завершается. Какие принципиально важные вещи вот в эти ближайшие месяцы до наступления Нового года будут под вашим особым контролем? Ну, конечно же, бюджет там скоро уже грядет. Но вот... Это самое главное. Да. Давайте вот немножко осветим в оставшиеся пару минут. Юрий Александрович. Ну, наверное, в первую очередь отопительный сезон и подача горячей воды в дома наших жителей. Это, на мой взгляд, является одним из наиболее важных моментов. Мы призываем наших коллег также поучаствовать в этой работе, помочь при разрешении каких-то вот этих неприятных ситуаций. Наверное, это главное. Вторая тема, вот на мой взгляд, которая тоже очень главная и, на мой взгляд, вчерашние кадровые перестановки, точнее, перераспределение полномочий между заместителем представителя правительства Кировского, на это указывает, это грядущая мусорная реформа. Я имею в виду Кочеткова? Мы имеем в виду перераспределение. На сегодняшний момент все полномочия по проведению мусорной реформы находятся у одного заместителя представителя правительства. Мы не обсуждали это, но я предполагаю, что это сделано именно для консолидации в оставшиеся три месяца всех усилий и Министерства экологии, и Министерства ЖКХ, которые нередко, скажем так, находились по разные стороны баррикад. У нас слишком многое на кону для того, чтобы позволить вот этим месяцем бездарно уйти и провалить мусорную реформу. Уверен, что этого сделано не будет, но вот мы эту ситуацию держим на контроле. У нас уже поступили серьезный ответ на наш запрос из правительства, и, возможно, мы сейчас будем даже в публичном режиме эту мусорную реформу обсуждать. Это очень важно. Ну да, планируется... Вопрос формирования тарифа, кстати, отдельно. Я знаю, что планируется пресс-конференция на этой неделе совместными министерствами, которые вы только что перечислили. В четверг, возможно, она состоится. Как только она состоится, мы пригласим ее участников в наш эфир для того, чтобы озвучить здесь от первого лица, что имеется в виду. И, конечно, будем очень внимательно следить и за мусорной реформой, и за отопительным сезоном, и за тем, как будет приниматься бюджет. И не забывайте, что у нас грандиозные проекты, о которых мы уже сейчас говорили, инфраструктурные, которые обрушиваются, я надеюсь, благополучно на город Киров. Там тоже финансы, там тоже конкурсы и много чего. И 44-й ФЗ. Еще по бюджету очень важно, чтобы районы сработали оперативно. Это сейчас тоже на особом контроле. И муниципальная реформа. Спасибо, что вы подняли эту тему. Муниципальная реформа, это будет вот тонить, которую мы сейчас начнем раскручивать. Надеюсь, с вашей коллеги помощью мы сможем как-то поучаствовать в том, что она действительно бы пошла, потому что муниципалитеты очень часто к нам обращаются, там очень много вопросов. Спасибо, Роман Цитов, Юрий Балыбердин, представитель областного законодательного собрания. Первый час разворота завершен. Мы прерываемся на новости, тематические программы и рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова